Любое мероприятие с участием детей всегда превращается в теплый душевный праздник. Городской конкурс для детей «Та самая шляпа» родители и организаторы превратили в праздник сказку, если хотите, в рог элегантности. Выявить творческий потенциал, творческие способности. А тем будет на приход и дети инвалидов, дети с ограниченными возможностями, дети аутисты, дети дауны. Все вместе мы проводим такие мероприятия, конечно, где каждый проявляет себя сам. То ли в песенном жанре, то ли в стихотворном жанре. Танцуют ребята, читают стихи, отгадывают загадки. Наши мероприятия объявляют таланты. И чем мы активнее взрослые будем созидать и направлять наших деток, тем успешнее дети будут. И это известно даже в Винни-Пуху. В этом и заключается счастье. На предложение дизайнеров и центра Рио провести такой конкурс откликнулись 20 педагогов из различных дошкольных учреждений города-курорта. В конкурсе приняли участие 30 детей. Шляпа диктовала наряд. Кто-то из малышей почувствовал себя дамой в шляпе с полями. Кто-то вжился в роль осени. Волшебная палочка феи имела силу только благодаря шляпке. Присутствовал и символ Анапы – белая шляпа. А морские разбойники оказались романтиками вот в таких шляпах-кораблях. Белая шляпа – символ Анапы. Всех гостей встречаем, солнцем угощает. Хороша Анапа. А вот и моя шляпа. Ветом на Анапе я гуляю в шляпе. Шляпа рожда светлая. Всем друзьям заметная. Моя круче всех отличается от всех. Но круче шляпы – это я и нахорчивость моя. Моя шляпа – просто чудо, просто чудная краса. Защитит меня от бури, от жары и от дождя. К ребятишкам, конечно же, пришла Мэри Поппинс в своей знаменитой шляпке, которую она не снимала даже в самый сильный ветер, и могла в ней кружиться и танцевать. Жюри отметили дипломами и грамотами всех участников. Приняли правильное решение, что невозможно выбрать лучшую шляпку. К каждой ситуации времени года, каждому образу и наряду подходит определенная шляпка, создающая стиль. Как теперь уяснили дети, шляпа – самый важный аксессуар одежды. Лариса Басова, Вадим Родин, Анапа-регион.